Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале ТВ5 в студии Павел Васильев. Сегодня в выпуске. Мобилизация продолжается. Постигать военную науку отправилось более 60 военно обязанных запорожцев. Прокурор ждет возвращения мэра эксклюзивное интервью с Александром Шацким. Творчество без границ в Запорожье прошла благотворительная выставка художников с особыми потребностями. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Запорожской области продолжается частичная мобилизация. Сегодня с областного призывного пункта отправили в учебный центр в Николаевской области. Очередную группу военно обязанных запорожцев. Один из добровольцев Игоря ради службы оставил предпринимательскую деятельность. Смотрел, смотрел на все это безобразие. Надоело быть просто смотрящим. И решил все-таки внести свою лепту. И пошел добровольцем. Записался в вооруженные силы. С военной наукой он уже знаком. Служил в армии артиллеристом. Узнал, что дефицит артиллеристов. Я решил пойти и послужить родине. На построении тех, кто попал под очередную волну мобилизации. В Чопе служил на границе. Граница с Венгрией. А сейчас мобилизовали. Дочке 6 лет. Жена есть. Как родные отпускали вас? Ну как, со слезами, как обычно. Как бы надо идти. Всего с начала новой волны мобилизации ряды вооруженных сил Украины пополнило 1200 жителей нашего региона. Отправка військовозобовязанных до одних из військовых частин. Это широкий лан. Навчальный 235-й загально-військовый полигон. Вот мы сегодня отправляем еще черговую команду в количестве 61 человека. Это військовозобовязанная. В основном добровольцы. Напротив 30 дней они будут проходить навчание загально-військовых предметов. Евгения Назарова, Эдгар Копотов, ТВ5. Героям революции и достоинства в конце этой недели в Запорожье установят памятник. Это сделают ко дню памяти небесной сотни 20 февраля. Именно тогда, год назад, противостояние между активистами Майдана и правоохранителями в Киеве достигло своего апогея. В период с 18 по 21 февраля погибло более 70 участников Евромайдана. Сотни были ранены. Памятник героям в Запорожье установят на фестивальной площади. Мы решили установить 20-21 февраля, где проходил Запорожье Майдан, памятник на честь героев революции. Маючи на увазе, что этот памятник знак будет установлен на честь всех участников революции. И не только революции гидности, а и помаранчевой революции, революции на границе. То есть всех тех революционных событий, которые делают современную Украину. И дали возможность нам с вами пишаться свою историю, ствердить, что мы действительно европейские, демократичные. В областной прокуратуре с нетерпением ждут возвращения Александра Сина из отпуска. Об этом в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Юлии Козыряцкой заявил областной прокурор Александр Шацкий. Разговор коснулся деятельности организации «Сила нации». Александр Леонидович, «Сила нации» – организация, которая в последнее время устраивает в Запорожье митинги. Топот, зданием комбината «Запорожье сталь», Топот, зданием прокуратуры. Недавняя акция по сносу памятника Ленину. Мы знаем, что даже одного из активистов задержали. Что это за организация, которая, можно сказать, дестабилизирует ситуацию в Запорожье сейчас? Прошли майдановские события. Убежал Янукович со своей семьей, министрами, капиталистами. И ушлые ребята увидели, что есть возможность подняться и заработать на национальной идее. Это много из них. Криминал, криминалитет. Это не тот, который где-то когда-то в жизни совершил ошибку и был привлечен к головной ответственности. Это те люди, которые не хотят жить по установленным в обществе закону. Многие из них с отвалов, запорожских отвалов. И они почувствовали, что на этом патриотизме можно заработать денег. Набросили на плечи национальный флаг, выучили кричалку «Слава Украине!» И вышли на Майдан. Но не для того, чтобы защищать родину, бороться с коррупцией, чтобы зарабатывать деньги. Они рэкет фактически легализовали. Я скажу еще более. В 260-й статье есть пункт, когда человек, участник вооруженной организации, приходит в правоохранительные органы и делает заявление, что он есть членом такой организации. И выходит из этой организации, уже есть заявления от некоторых членов этой организации, которые пытаются воспользоваться законодательной амнистией. Некоторые активисты Евромайдана говорят о том, что «Сила нации» это те самые тетушки, которые 26 января разгоняли Евромайдан. Так ли это? Есть ли какие-то доказательства? Ну, значит, у меня есть показания двух свидетелей. Это по делу там, где на скамье подсудимых сегодня находится глава областного совета и экс-губернатор. Есть показания двух свидетелей, которые прямо указывают на одного из лидеров силы нации правого сектора Запорожья, как человека, который расплачивался с тетушками. Ну, раз уж мы заговорили о Майдане, не могу не спросить, продвигается ли дело. Мы знаем, что Пиклушенко против Пиклушенко и против Межейко они на скамье подсудимых. А, например, бывший глава милиции Владимир Серба. Его нашли? Ну, Владимир Серба официально объявлен в международный розыск. Ну, мы знаем, где он находится. Ну, не надо обладать большим умом. Все, кто убежал с Украины, они побежали в Крым, в Россию. А вот бизнесмен Евгений Анисимов, скандальный бизнесмен, мы знаем, что Интерпол его тоже объявили в розыск. Как вы думаете, где он сейчас? Когда ищет Интерпол, находиться в странах, которые входят в организацию Интерпол опасно. Найдут, задержат и вернут той стране, которая инициатор розыска. Думаю, там же. Последний вопрос. Не могу не спросить про мэра Александра Сина. Он две недели назад сказал о том, что он уехал в зону АТО. Но на прошлой неделе на пресс-конференции сказали, что найти прокуратуре его в зоне АТО не удалось. Нашли ли сейчас и где он? Где сегодня Александр Ченсанович? Ну, пусть расскажут его многочисленные помощники. Пусть расскажут те олигархи, которые не хотят, чтобы ушел мэр, потому что им труднее будет владеть и запорожскими землями, и казной запорожской. Во всяком случае, я знаю одно. Отпуск заканчивается. Он отпуск заканчивается, и у него есть два пути. Или возвращаться на рабочее место, где обязательно он получит вторую повестку. 4 миллиона гривен на трудоустройство временных переселенцев и бывших бойцов антитеррористической операции. Такую сумму выделит для нашей области, организации Объединенных Наций. Средства в качестве денег местного бюджета пойдут на финансирование общественных работ. ООН готов дать порядка 4 миллионов на область, и, соответственно, требует 4 миллиона от государства. И в сумме получится 8 миллионов на общественно оплачиваемые работы. Они очень важны и нужны, я вам хочу сказать, потому что мы каждый год издаем распоряжение губернатора, где прописываем, какая организация и какой вид общественно оплачиваемых работ имеет место быть. Это не только уборка площадей, улиц. Это и очень важные работы, как-то помощь самими же, так скажем, атошниками, в госпиталях своим атошникам, в управлениях социальной защиты населения. Потому что, ну, если работать по системе равной-равному, оно, конечно, будет толк. Чужого горя не бывает. Более 700 тысяч жителей Востока Украины получают помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова. В его работе активно участвуют и запорожцы. В столице подвели итоги работы штаба в прошлом году. Рассказали о планах на будущее. Подробнее далее в сюжете. Продуктовые наборы, аптечки, сумки для беременных. Такую помощь ежедневно получают сотни тысяч жителей Донбасса. Это кадры первого гуманитарного рейса на Донбасс от штаба Рината Ахметова. Его доставили в августе прошлого года. Всего за 2014-й таких рейсов было 13. Людям доставили полтора миллиона продуктовых наборов. Штаб совместно с волонтёрами эвакуировал 40 тысяч человек. Дал временный приют 7 тысячам переселенцев. В Донецкой и Луганской областях работают 257 пунктов выдачи продуктовых наборов. За время работы гуманитарного штаба нас часто спрашивали, сколько денег потратил Ахметов на работу своего штаба. Мы всегда отвечали и отвечаем так, что патриотизм и помощь своим землякам невозможно измерить в денежном эквиваленте. И мы очень надеемся, что закончится война и закончится потребность в работе штаба. И тогда мы обязательно обнародуем эту цифру. С начала конфликта на востоке Украины коллектив комбината «Запорожсталь» поддерживает переселенцев и жителей Донбасса. Вместе с гуманитарным штабом «Поможем» работники комбината участвовали в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи. Помогали тем, кто приехал в наш город из зоны АТО. Мы участвовали в многих программах, мы активно участвовали в программе переселения, мы предоставляли наши профилактории, базы отдыха, общежития. На первом этапе мы приняли около 500 переселенцев. Мы обеспечивали питание, помогали материально людям пережить тяжёлый период. Всё необходимое для восстановления жилья получили и жители Мариуполя. Работники «Запорожстали» оказывают помощь всем пострадавшим во время обстрела. Сразу же около 20 добровольцев, волонтёров с нашего комбината, попросились поехать туда для того, чтобы помочь хотя бы части людей восстановить какие-то базовые бытовые условия проживания, ремонтировать окна, навести порядок в разрушенных домах, убрать этот мусор, остеклить школы, детские садики. Наши ребята там неделю привели и внесли хоть небольшой вклад в восстановление города. Уже сейчас работа гуманитарного штаба «Поможем» распланирована на три месяца вперёд. Планируют доставить миллион двести тысяч наборов для временных переселенцев. Все программы будут работать до тех пор, пока в этом будет необходимость. Пожар без разрушений пострадавших на Запорожской АЭС спасатели провели учение. О том, как без воды пены и порошка тушили пламя, смотрите далее. Согласно вводной, в этот день был ураганный ветер. Он свалил опору трансформатора второго блока. Короткое замыкание и загорелась смазка. Спасатели прибыли на место аварии через 10 минут. Одного из работников зажало крышкой трансформатора. Его освободили и передали медикам и психологам. Все работники участка эвакуированы. Началось тушение пожара. На учениях в целях экономии не использовали ни воду, ни пену, ни порошок. С учебным огнём спасатели справились за 17 минут. Всего на ликвидацию аварии ушло 38. На сегодняшний день в оперативно-техническом и тактическом плане подразделы полностью выполняют завдания за призначением. Загальная оценка по навчаниям – отмена. Подобные тренировки проводятся на атомной станции несколько раз в год. Кроме масштабных учений, также проходят еженедельные тренировки пожарных и ежедневные работников АЭС. Для атомной станции противоваренная подготовка и противоваренная готовность является ежедневной работой. Ежедневно в каждой смене проводятся тренировки различного уровня развертывания. Дмитрий Непомещий, ТВ-5. Библиотека для солдат. Запорожские студенты собирают книги для военного госпиталя, в котором проходят лечение раненые бойцы из зоны АТО. Принимают литературу от всех желающих помочь. Что предлагают почитать солдатам, знает Евгения Маловик. Акция «Подари солдату книгу» проходит в стенах одного из вузов нашего города. Каждое произведение предназначено для раненых бойцов АТО, которые лечатся в Запорожье. Наша съемочная группа тоже присоединилась к акции. Загадочный детектив Бориса Акунина, трогательный маленький принц Сент-Экзюпери и, конечно же, легендарный Эрих Мария Ремарк. Эти и некоторые другие книги, собранные службой новостей ТВ-5, предназначены для будущей библиотеки военного госпиталя. Пока в военном госпитале продолжается ремонт, все книги держат в университете. Организаторы акции рассказывают, идею уже поддержали сотни запорожцев. Среди них молодежь, пенсионеры, а также школы, библиотеки, демокультуры города и области. Некоторые неравнодушные запорожцы готовы отдать в солдатскую библиотеку всю коллекцию книг. Через социальные мережи действительно про нас узналась большая количество молодых. Хлопец, который на сегодня, по-моему, от сегодняшнего дня, он отъезжает до военных действий. Но он предложил отдать полностью свою библиотеку. Он сказал, что если только вы имеете возможность вывезти, потому что там действительно очень много книжек, то его родители откроют, допоможут нам выбрать те книжки, которые нам необходимы. И он готов отъезжать абсолютно все, что в него собиралось за весь период. Студент Александр тоже принес несколько книг из домашней библиотеки. Выбирал их на свой вкус. Больше всего детективных историй. Одна из книжек, что я принес, это Жорж Семеном. Довольно познавательная книжка, довольно интересная. Я ее читал очень давно, но до сих пор она осталась у меня в памяти. Поэтому я решил ее принести нашим солдатам. Думаю, им будет очень интересно. Главное – сам процесс читания. Потому что читая, человек обязательно размеровывает. И именно поэтому я считаю, что для наших солдат в шпитале литература может стать тем, что отволяет их от всякой буденности. Принимаются любые книги – фантастические, исторические и приключенческие произведения. Пока что среди книг больше всего детективов. Больше это у нас детективы. Напевно, что это такое человеческое чтиво, как мы можем сказать. Но есть разные роды. Есть какие-то женщины, на первый взгляд, книжки. Есть исторические, очень пользуются популярностью, тоже приносят. Мы пытаемся разнопланово брать литературу. Приносить книги можно в главный корпус КПУ на третий этаж в 323-ю аудиторию до 1 марта. Евгения Маловик, Алексей Пороскевич, ТВ5. В Запорожье с зимой попрощаются на народных гуляниях. Масштабный праздник Масленицы ожидает жителей и гостей города в воскресенье возле историко-культурного комплекса «Запорожский дуб». В программе казацкие конкурсы, игры и забавы, рыцарские бои, выступления учеников казацкой православной школы «Спас», традиционная битва «Лава на лаву» и многое другое. Кулинарный мастер-класс архиепископ Лука учил запорожских ребят печь блины. И один из главных атрибутов Масленичной недели. Пробовали архиерейские блины Елена Назаренко и Юрий Васильченко. В простой доступной форме архиепископ объясняет ребятам азы приготовления этого главного масленичного блюда. Запомнила рецепт с первого раза даже пятилетняя Кира. «Нужно сначала одно яйцо разбить, потом перемешать его сахаром, соль, мука, перемешать еще соль, сковородку налить, пожарить и готово». В ходе мастер-класса Владыка Лука рассказывает ребятам о том, что масленичная неделя – это не только блины и гуляния. Он также объясняет основные принципы христианской религии. «Я детям рассказывал, что такое троица, что такое таинство церкви. То есть мы разговариваем о том, чему все-таки нас может научить даже простое приготовление этого же блина. И вот для нас очень важно, чтобы масляную неделю ребёнок, радуясь, веселясь, кушая блины, никогда не забывал о Боге. И тем более мы знаем, что масляная неделя, она предшествует Великому посту». На мастер-классе больше трёх десятков запорожских ребят. Самые младшие еле достают до стола, но не менее старательно участвуют в кулинарном процессе. Владыка одновременно с беседой успевает ещё и контролировать юных поваров. «Для большинства ребят это первый самостоятельный кулинарный опыт. Раньше родители доверяли им только роль помощников». «Я готовилась с папой, и я почти знаю, как длины делать, и второй раз тут». «Я всегда помогаю бабушке готовить блины. И они у неё, получается, она ещё готовит оладушки и блины. Они у неё такие, получается, сладкие». Наконец всем поварятам удалось приготовить тесто, и в ход пошли сковородки. Первый блин испёк владыка Лука. «А кто хочет попробовать архиерейский блин? Я. Давайте. Мы не устраиваем аукционов. Здесь для детей у нас бесплатно. Сразу напоминаем. Так, давайте по чуть-чуть. Держи, Кирилл. Держи. Ну, держи. Так, кто пробует архиерейский блин? И рассказывает, какой он. Не хуже блины вышли и у ребят. Лакомство разлетелось прямо с пылу жара. Так что, когда дело дошло до начинки, оказалось, что почти все блины ребята уже съели. «Приготовить главный символ масленицы – блины под силу каждому. Это успешно подтвердили участники воскресного мастер-класса. Ребята отлично справились с заданием, опровергнув известную пословицу о том, что первый блин комом». Запорожские переливы «Юные украинские бандуристы» соревновались за звание лучшего. Фестиваль собрал более двух десятков участников из Запорожской, Харьковской и Одесской областей. На концерте побывали и наши журналисты. Виктория Шишкова сможет сыграть на бандуре и джаз, и рок-оперу. «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу». Девушка играет на бандуре уже пять лет. Говорит, влюбилась в инструмент с первого аккорда. Вспоминает, что любовь взаимной стала не сразу. «Сложнее всего было это пальцы. Не натирать мозоли, не плакать, что у тебя болят пальцы. И вот это вот все. Ну а потом сделали искусственные ногти, и все вот даже стало легче, и звучание лучше стало, и музыка стала громче, и выразительнее. Просто сейчас здоровье людей не такое, как было раньше. И ногти, и структура ногтей, конечно, поменялась за многие годы. Раньше были крепкие ногти, такие массивные, они могли, в принципе, без искусственных ногтей играть». Преподаватели говорят, в последнее время все больше запорожских ребят хотят научиться играть на бандуре. Не пугает даже сложность инструмента. А освоить предстоит 67 струн. «У меня, можно сказать, черга, даже есть. Очень много детей. Я стараюсь инструмент бандуре, сама я родом из Львии, из Львовщины, и стараюсь показать бандуре не так, как стародавний инструмент, украинские народные песни, а вот сучасно. Мы играем сучасные творы, сучасную музыку. Тому детям интересно». Продемонстрировать свое мастерство запорожские бандуристы собрались в музыкальной школе номер два на фестивале «Запорожские переливы», который в нашем городе проходит уже во второй раз. «Инструмент набирает свою популярность в последнее время. На сегодняшний день где-то около 70 учеников. Но в школе, в городе шесть преподавателей на 12 школ искусства. И два преподавателя в классическом лицея». Музыканты от 8 до 17 лет выступали в двух номинациях – «Бандурист-вокалист» и «Бандурист-инструменталист». Первые места в своих категориях заняли София Сагач, Марина Слита, Богдан Христенко и Илья Орел. Уже в ближайшее время бандуристы опять продемонстрируют свое мастерство запорожцам. Ко дню рождения Тараса Шевченко юные музыканты готовят специальную программу. Елена Назаренко, Эдгар Копытов, ТВ5. Сказочная реальность в Запорожье в областном центре открылась благотворительная экспозиция. Свои работы представляют художники с особыми потребностями представители молодежного объединения областной организации «Союза художников Украины». В 12 лет запорожский художник Петр Чижмак остался без кистей обеих рук. Такими были последствия ранее перенесенного Менингита. Сейчас парню 26. Все свое время посвящает творчеству. Рисовать начал потихоньку, как все. Потом пришел учиться. И там уже обрел профессиональный взгляд на это. Ну, мне просто учиться еще надо много. На выставке представляет более трех десятков работ, написанных за последние несколько лет. Предпочитает работать в стиле графика. В основном рисует в жанре фэнтези. Говорит, муза практически никогда не покидает. Вдохновение ищет в окружающем мире. Люди – музыка. А написание картин, ну, смотря, как есть мелкие детали там, допустим, то может даже неделя уйти. А так могу и за два часа сделать. В изобразительном искусстве себя нашла еще одна запорожская художница с особыми потребностями – Мариана Смбатян. С рождения она не может ходить, но старается дарить окружающим людям только позитив. На выставке представляет свои малоизвестные картины. Очень любит интерпретировать в искусстве женский образ. В каждую из них я вложила частичку себя, своих мыслей, мечтаний. И того, чего хотелось бы донести миру. В первую очередь позитив, свет и надежду. Как если одна картина, представленная также здесь, лучше надежды. Потому что каждому человеку хочется надежды. Свои работы представляет и Наталья Логовская. Она с детства преодолевает последствия ДЦП. Картины пишут в технике-монотипе, используют акрил и гуашь. В целом в экспозиции собрано порядка сотни работ авторов с особыми потребностями. Увидеть картины можно в Афине-галерее в течение месяца. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. И на этом у меня все. Больше событий, как всегда, на нашем сайте ТВ5 за ПВЕ. Связь с редакцией по электронной почте. Главред, собака, ТВ5 за ПВЕ. Наши журналисты всегда ждут ваших сообщений. С вами был Павел Васильев. Увидимся. Декадь Днепроспецталь с 18 по 22 февраля приглашает запорожцев посетить ярмарку распродажу зимних товаров. На выставке представлен широкий ассортимент модной обуви, верхней одежды, стильных головных уборов, юбки и блузки, рубашки и деловые костюмы, сумки, бижутерия, трикотаж для взрослых и детей, а также постельное белье, косметика и товары для дома. Время работы ярмарки с 10 до 19.00, воскресенье с 10 до 3 часов дня. Продолжение следует... Продолжение следует...